Вопрос от Шеккара Реди. Садгуру, похоже, настало время пророчеств. В то время как многие ссылаются на предсказания Патулури Вира Брамама, святого и провидца из Андры, который писал о коронавирусе в своем Калагнайме, другие ссылаются на французского аптекаря, астролога и провидца Мишеля Данастрадамуса. Как вы прокомментируете подобные предсказания? Эти предсказания просто замечательные. Но их всегда делают после того, как событие уже произошло. Все эти люди, которые читают все эти пророчества, почему они не могли предотвратить это, если знали заранее? Если вы знаете заранее и не предотвращаете пандемию, это наихудшее преступление. Попытка заглянуть в будущее — это развлечение для человека. Разве не прекрасно, что вы не знаете, что случится дальше? Иначе смогли бы вы жить спокойно. Есть много людей. Астрологи постоянно выступают против меня. Потому что я плохо влияю на их бизнес. Человек — это вершина эволюции на этой планете. Начиная с самого низкого уровня существ и заканчивая вами, вы увидите, они все менее и менее поддаются внешнему влиянию. Возьмем, например, дождевого червя. Если что-то здесь изменится, он умрет. Он не уплывет в Африку, чтобы жить там. Он даже не переместится на 10 километров. Он умрет, потому что у него нет таких способностей, если эта местность или его среда обитания станет непригодной для жизни, он ничего не сможет сделать. Вот почему мы говорим об омоложении почвы, потому что микробы и черви, которые жизненно необходимы для нашего выживания, не будут мигрировать куда-то еще. У них нет способностей коронавируса. И у коронавируса нет таких способностей. Просто вы представляете ему бесплатный транспорт. Люди, самые мобильные существа на планете, предоставляют транспорт. Если мы не сделаем нашу мобильность немного более осознанной, природа возьмет ее под свой контроль. Видите, это уже произошло сейчас. Мы не можем передвигаться. Был такой случай. Это было в Лос-Анджелесе. У преуспевающего главы корпорации была симпатичная секретарша. Это было начало 20 века. С тех пор многое изменилось. Как-то раз он сказал, «Я собираюсь на выходные махнуть в Палм Спрингс. Почему бы тебе не поехать со мной?» Она ответила, «Может, я и ваша пишущая машинка, но эта машинка не портативная. Ваша мобильность должна стать немного более осознанной. Именно человеческая мобильность придала вирусу такую силу. Если бы это случилось тысячи лет назад, когда не было ни авиаперелетов, ни большого количества морских путешествий, тогда все это осталось бы там, где это началось. Ухань или где бы это ни случилось, это было бы только в этой местности. Может быть, в окрестных соседних деревнях, а потом бы это вымерло. Но из-за того, что люди стали такими мобильными... Сегодня они в Китае, завтра утром в Италии, послезавтра в США или где угодно. Из-за этой беспрерывной мобильности внезапно коронавирус приобрел такие масштабы. Он бы не сделал этого сам по себе. Ему нужны вы. Подобное стремление всегда что-то предсказывать... Был такой человек. Сейчас его уже нет. В Тамилнаде был такой человек, который предсказал, что через 500 лет в Тамилнаде произойдет большое наводнение. Я сказал, «Прекрасно!» Ко мне подходили и спрашивали, «Садгуру, как вы думаете, будет ли сильное наводнение через 500 лет?» Я отвечал, «Мы расположены в предгорьях как раз поэтому, чтобы, если начнется наводнение, мы могли подняться в гору. А в Чинае у вас нет шансов». Они сказали, «Неужели?» Я ответил, «Да, но я тоже могу сделать какое-нибудь предсказание. Через 700 лет эта гора превратится в вулкан и начнется извержение». Они сказали, «Правда?» Я ответил, «Через 700 лет ни меня, ни вас здесь не будет. Мы можем предсказывать все, что захотим. Пожалуйста, скажите мне, что произойдет в ближайшие пять дней». Я даже не прошу предсказания на пять месяцев. Скажите мне, что произойдет в следующие пять дней. Это было бы полезно. Как прогноз погоды. Если вы скажете мне, что произойдет в ближайшие пять дней, это можно было бы использовать. Через 500 лет может произойти все, что угодно. И, конечно, люди, которые увлекаются подобным, подкорректируют время и предсказания, как им это будет удобно. Обо всем, что когда-либо может произойти на этой планете, уже сказал Нострадамус. Я не француз. Я не знаю французского, но мне нравится слово «дамус». В английском языке. Не знаю, что оно значит на французском. Так что это будет продолжаться. Люди всегда делают предсказания. Если вы посмотрите на определенные прогнозы роста популяции, как происходят события, каков экологический ущерб, вы сможете сделать некоторые расчеты и предсказать что-нибудь. Что если вы пойдете таким путем, вот что вы получите. Это мы можем сказать. Но 500 лет — это другое дело, потому что мы не знаем, какие силы будут на все это влиять. После окончания мировой войны люди скажут «Мы знали, что так произойдет». Об этом было написано. После того, как были сброшены атомные бомбы, люди говорят «Мы знали об этом, о том, что произойдут эти два ужасных события». А как насчет испытательных взрывов? Вы их пропустили? Вы не знаете, сколько сотен испытаний было проведено. Возможно, люди и не гибли. Но я уверен, что погибло очень много живых существ. Так что это пустая трата времени. Вместо того, чтобы активно заниматься тем, чем вы должны, вы продолжаете говорить о том, что мы уже знаем. Сейчас есть две проблемы с коронавирусом. Как кто-то сказал, это плотность населения и глупость населения. У нас и так уже очень плотное население. Давайте не будем глупцами. Сделаем все, что в наших силах. Не предсказывайте, сколько людей умрет. Это просто глупо. Важно то, скольким людям мы не дадим умереть. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok